Мы, жены, матеря, сестры мобилизованных, обращаемся к президенту Российской Федерации, Путину Владимиру Владимировичу, Министерству обороны, военную прокуратуру, чтобы уточнить, за какой воинской частью закреплены наши мужчины. 28 сентября 2022 года закреплены за Омской частью 95-381. Дальнейшие их перемещения неизвестно. Ваши раз нам предоставляют разные информации. Знаем, что в данный момент находятся на топорожском направлении. Нам были названы такие воинские части, как 25-573-127-я дивизия 394-й полк. По факту их пребывания там нам не подтверждают. Воинская часть 46-102-57-я мотострелковая дивизия. Обращаемся от имени наших мужчин. 16 марта 2023 года, находясь в зоне СВО, с 4 июня 2023 года начало контрнаступления и по 25 июня не проходила ротация. Наши мужчины три недели находились под обстрелами в СУ. Артиллерийская поддержка не оказывалась. Боеприпасы в нужном количестве не поступали. Техника не предоставлялась. Мужчины не отказываются от выполнения боевых задач. Однако из-за непредоставления боевой техники были вынуждены отступать со своих позиций, с тыловой позицией. Командист запретил отступление, стоять до последнего. После чего они стали угрожать уголовной ответственности по статье 337 УК РФ. Были призваны 27 сентября 2022 года. И по настоящее время не проводилась ротация, не предоставлялись отпуска. 28 июня 2023 года были написаны рапорта, где они просили о помощи в предоставлении техник и боеприпасов. Им пообещали предоставить необходимую помощь, вывезти на третью линию фронта, а вывезли на первую линию и без поддержки. Просим разобраться.